...профессионалы и проверять смерть, потому что ты, говорит, просто замотаешься. Говорит, я ходила в позе вот этой дюлки, говорит, я не могла, говорит, не выпрямиться, не раскрутиться, вообще никак. Смотри, красотка, спасибо. Вот. О, Лохмотина, привет! Здравствуйте, здравствуйте. Короче, вот так. Сегодня прям тяжело, так что жду Женю, когда он приедет, прилетит, что, ну, тяжело одно. Девочки, не пишите гадости. Вы знаете, пусть пишут, они же себя показывают, какие они классные, тем самым, разве бога. Вот, они же не понимают, наверное, что дают мне понять, что я на 10 ступеней хуже. Когда-нибудь гадости пишут. Ну, это ладно. Вот, так что укладочка у меня еще осталась со вчерашнего дня немножко. Ну, я думаю, сейчас это... Снежок все, и влажность уничтожит. Здравствуйте, написала вам личку. Нужна ваша поддержка очень. Слушайте, мне тоже поддержка нужна. Все самое интересное впереди, да. Как настроение замечательно. Я прям подустала. Я не могла с ней собраться часа два, наверное. То поесть, то попить, то одеться, то мне одеться, то белье развесить, то чай попить надо горячее. Потом что еще? В телефон заглянуть, что там написали ответ. Кто вам в сторизы велит? Рассказать, как дела у меня, понимаете? Вот такого вот везения мы в два часа собирались и могла я с дома выйти. Но вот, наконец, это вышло. Я сейчас такой кошмар видела, а там бомжи, это, снашаются. Охренеть, вообще, просто. Вот перед белого дня она просто встала задом, и он подходит сзади. Это, фу. Простите, что я вам в этом сказала. Это просто, фу. Блах. Тошнадо же. В ржоте очень смешно. Врагу не пожелаешь, чтобы увидеть. Так, все пройдет, ребенок вырастет, будешь скучать по этому времени. Конечно. Просто я не успеваю, как она растет. Видите, мне это печально, грустно немножко. И хочется охватить каждый момент ее взросления и становления вообще в этой жизни. А сегодня, кстати, она уже полностью встала на коленки. А то мне девчонки пишут, вам массаж срочно нужен. Нам не нужен срочный массаж. Я же хожу к педиатрам. Вот. Они говорят, что нашей девочке вообще массаж не нужен. И самое интересное, она просто вот встала на коленки и смотрит на видео. Очень классный момент. Было. Женьке присылаю. Женька говорит, жалко, что меня нет. В эти моменты. Ну, так. Короче, говорю, когда ты не нужен, говорю, ты дома. Когда ты нужен, говорю, тебя никогда нет. Как она спит? Ну, как все. Саша, когда розыгрыш у Ермолавы? Это вот у Нелечки спросите. Она вам все везде пишет. В постах stories рассказывает. Там либо телефоны, либо деньги ты можешь забрать. Прям обалденные призы. Зайдите к ней на страницу. Там просто проще простого условия. Вот. Так. У меня дочке 7 месяцев только начало ползать. Ну, вот. Видите, мы к 6 вот начинаем потихоньку. Вот. Ну, я сразу говорю, я не из тех мамашек. Мне надо срочно массаж сделать, чтобы она у меня быстро пошла, быстро села, встала. Я не знаю, там, как солдат. То есть я из этого ребенка не делаю. Мне это не нужно. Она у меня так развивается все как надо. Все как по книжечкам. Где-то быстрее, где-то вот все как надо. Так. Саша, разверни, да, бомжи. Посмотрим, пожалуйста. Да, боже, упаси, уже я уже их проехала. Забыла, как страшный сон, а вы мне их напомнили. Все ничего, воскресенье у нас. Дороги пустые, я же непривычно. А то вчера суббота все-таки подзагружена была. Мы с мамой ехали. Ой, вчера довольная. Мамочку вчера покрасили. Корни выкрасили. У него же седые волосы. Это вообще кошмар. Представляете? С 30 лет или там всякие 27 лет. Седые волосы. Ну, я думаю, что меня это минует, потому что у нас не разные волосы. Ну, очень надеюсь на это. Вот. Потом, что еще? А, мне тоже, мне затонировали. То есть, у меня немножко желтосна начала появляться. Мы ее убрали и все. Это красивый, дорогой плод. Все, пора. Спасибо. Покушать не едешь когда-нибудь. Да, надо покушать их сегодня, кстати. Потому что я что сегодня съела? Колбаску, орехи макадамия. Я вообще сегодня практически ничего не ела. Два раза кое-как чай попила. Творог съела. Все. Что это за еда вообще? Мама вчера мне суп сварила. Я его весь за ночь съела вместе с ней. Она маленькую кострюмку отварила. Я себе три тарелки положила суп, а мама одни съела. Представляете, я просто все сожрала. Так. Дуганский князь, не. Так. Добрый день. Добрый. Вечер в хату. Уже вечер добрый. Сколько? Начало шестого. Так. Ой. Привет с Байкала. Байкала, может? Так. Свет надо укрепить второй раз. И он не желтеет. Не. У меня, знаете, у меня там очень крутой профессионал делает. Вот этой студией ФОХР просто. Мы ее обожаем. Эта студия. Все, знаете, туда приходишь как на праздник. И вот каждая девчонка приходит. Каждый улыбается. Все рады тебя видеть. Прям вообще. Рай какой-то женский. Все что-то стараются там пышиться, чтобы волосики красивые были. Наращивает просто пушка. Вот девчонки выходят и фиг подумают, что у них там что-то наручное. Божечки. Я куда приехала вообще? Что происходит? Ребят, тут такое столпотворение. Сейчас покажу. Я даже не знаю, я вообще встану своей машиной. Это не маленькие здесь. Пипец. Пипец. Смотрите. Просто что ты мне там машешь? Все заставлено в машинах просто. У вас с мамой одинаковое пальто. Да, у мамы знаете какое? У меня серое, а у мамы такое, как песочное, что ли. Саша, в Питере хотела бы жить. Знаете, там хорошо, но мне кажется, денег не заработать, как в Москве. Ну, это местечко хорошее. Ой, Бедова. Ну, это лично мое мнение. Могу ошибаться. Хотя, не, в Питере классно все, но вот долго жить, наверное, не смогла. Снег пошел. Руки-палки. Я шапки потеряла, ни одной шапки, то ли Женя уже спрятал. Ты обесцветилась или это твои волосы? Обесцветилась. Буздро, спасибо. Так, что мы заедем? Оставят тут машин. Мне уже руль тяжело, крутеньочки. Слушай, ну вот я встала сюда. Ладно, перестройсь, потому что он не залезет сюда. Машина. Там губы качала. Да, каждый день по 300 раз. Только по 300, не по 200, не 70, а по 300. Вот. Опять ворчит, господи. О, привет, мандовушка. Да, ворчу. Так, на лице я похудела, видно. Слушайте, вы мне орете, то я толстая, то вы орете, что я на лицо похудела. Прямо что-то непонятненько, знаете. Так, что за помада? А я в столице выкладывала, том форт. Цвет, все, чтобы вы заскринили, посмотрите. Будет сюда, стану и не буду заморачивать. Место отличное. Все. Так, ты одинока. Ага. Ты похудела точно. Не похудела. Да не знаю. Я вот вы мне 4 дня назад орали, что я жирная. Хотя в каком месте я жирная, мне непонятно. Типа, ты там сама говорила. Ты как родишь, чушкой ходить не будешь. Будешь сразу там это. Толстая не будешь. Так я не толстая. Жирная не будешь ходить. Так я не жирная хожу. Там волосы чистые всегда. То есть, для меня это очень важно. С лицом все в порядке. Прыщей каких-то нет. Не грязная. Моюсь по 2-3 раза в день. Поэтому, не знаю. Так. Нет, не жирная. Ты моделка. Спасибо. Слушай, никого не слушай. Самая лучшая. Милых притезалматы. Привет. С волосочек красиво. Ну вот, вчера обновили цвет. Прям классный. Мне тоже очень нравится. Спасибо. Тетин-то ли помада? Помада. Болела грудь при беременности? Не помню, наверное, нет. Ну, какой-то немножко был дискомфорт. Я помню, была. Ты почему все время недовольна? Потому что... Красивая. Спасибо. Чистая нога. Гнездообразная. Волосы. Ну, я не знаю, просто в каком мире вы живете. Просто полисайте журналы. Посмотрите, что такое укладка. И какие укладки сейчас в тренде 20-20 года. Так. Саша, ты огонь. Спасибо. Поскольку малышка села, она еще не села. Саша, вы одна у мамы? Ты хоть толстая, хоть худая, красивая. Спасибо. Чем тонировал волосы? Не знаю. Это вот в студии в Хэр. Спрашивайте. Приезжайте, там делайте. О, значит, жирная. Так она же кормит. Все же худеют. Ну, да. Само ухаживать не умеешь вообще после салона. Вроде ничего. Так. Но на сел день уже как попало. Еще и подводка под глазами идет. Попробуй что-то другое. Ты же представляешь, как следишь за мной. Это вот тебе насколько скучно жить. Что ты знаешь, когда я в салоне была, во сколько. Какая у меня подводка, какая у меня не подводка. Ты же какая жизнь скучная. Ничего себе. Только я подводкой никогда не пользовалась. Так. Привет из Беларуси. Привет. Саша, ты улыбаешься вообще? Да. Александра, что вы за машина? Инфинити. Саша, ты лучшая. Спасибо. Есть место любимого отдыха? Да. Наверное, моя кровать. Так. А мне Сашенька нравится очень. Куда приехала? Да вот в магазин приехала. Я сейчас погуляю. Вот. И может что-нибудь прикуплю. Хотя опять навряд ли что-то куплю. Магазин зайду продуктовый. Вот. Привет из Владикавказ. Привет. Саша, грубо очень. Да. Зубы желтые. Ага. Не чищу. Выглядит шикарно. Спасибо. Зубы желтые. Окей. Желтые так, желтые. Так. Линзы или сводят глаз? Свой. Мне нет линзы. Не нашел их. Дай денег. Хнурик. Шнурик. 19. Иди к мамке проси. К мамке иди за деньгами. В людных местах маски не надеваешь? Нет. Нет. Ой, звезда пипец. Да. А, какая фирма обуви что-то в Питере купила? Я в Питере не покупала обувь. Или покупала? Нет, не покупала. Ой, не могу с ним. Круто отвечает. Красивые зубки. Спасибо. Вино пила уже. Вы знаете, нет. Я выпила. Вот мы в Питере были. Просто два глотка вина. Разбавила с целым стаканом. Бокалом воды. Или да, еще добавила. Чтобы просто это такой вкус был. Вот. Но никаких помутнений. Помутнений не было ничего. То есть это вот просто вот вкус. Вот. Какой цвет волос, скажите, пожалуйста. Да я что-то знаю. Это вот Studio 4 Hair, спрашивайте. Куда поедете отдыхать после коронавируса? Ну, мы в Турцию все планируем. Женя пишет, что во внуков, а то в Шереметьево приезжает. Ничего не понятно. Так. Сашенька, что ждешь? Да вот с вами болтаю. Сейчас и поеду гулять. У тебя крашение было? Нет. По технике AirTouch. Саша, ты как глаза красишь? Черный карандаш не течет. Вроде кажется, что черный уменьшает глаза. Да, да. Но сегодня я сделала, наверное, плохо видно, зеленый карандаш. Да. Саша, привет. Привет. Как думаешь, когда закончится коронавирус? Это вот последний пост читается. Там вот девчонки обсуждают это. Фиг знает. Но хотелось бы, чтобы побыстрее это уже все было. Потому что в Китае вроде как все там вылечивается, все там нормально. Италия, конечно, переживаем за Европу. Потому что это классно. Знаете, это по-разному. Причем я выступаюсь, она мне дает ночью спать. Там бывает пару дней таких. Там может быть один день за два месяца. Вот. Зубы у вас вылезли. Звиния. Он уже до Новосибирска дошел. Не знаю. В Москве тоже там сколько? 50 где-то примерно, да? Плюс-минус зараженных. Ну и к вам, наверное, тоже. Поддержка нужна в подписании петиции. Пять лет назад был теракт с Найским полуостровом власти Египта. Не признаешь, что это теракт. Подпишитесь, если вам можно. Петицию, всю информацию. Ой, мужик. Саша, хорошо, ты решенка. Отличная мамка. Они, по-моему, почему так много отрезать мне комментариев? Ты умело на них реагируешь. Ну, а куда же без них, понимаете? А причем они здесь гадости будут писать, а в жизни увидят и язык вывалит. Знаем мы такие. Так, сколько сейчас малышки уже? Ну, вот шесть месяцев будет. Красивое. Спасибо. Когда малышка начала переворачиваться на животик. Ну, вот где-то вот в конце третьего месяца. Каждое утро надо кушать головку чеснока. Вы знаете, я вот это слышала, что там какой-то доктор, я его, не знаю, рекомендовал. На утро вот это вот аудиосообщение ходит. По WhatsApp вот туда-сюда все его друг другу передают. Типа головку две-три чеснока. Мелко размельчить, проглотить, запить водой теплой. Вы представляете, что у вас с желудком будет? Вот этот чеснок есть. На голодный желудок. Причем этот врач говорит, а что за врач такой? А потом ходите к нему желудки лечите. Всей России. Саша, какая-то машина инфинити. Привет, с Украиной, любим вашу семью. Спасибо большое. Так, на доме два ты рулила. Особенно драки. Не знаю. Так, какие длинные пальчики у дочки. Да. Саша, как зачать именно девочку? Очень мы хотим, а уже три мальчика. О, классно вам. Ну, тут я не знаю. Тут, наверное, даже и гинеколог не поможет. Тут как бог решит. Привет, как ты нам покажешь свою дочку? Ну, как-нибудь. У меня тошнит от чеснока всегда. Не, мне нравится чеснок, но, вы знаете, что вот с желудком, да? Особенно у меня, допустим, Женька язвенник. Желудок, на желудок голодный, чеснок. Это как вообще? Это что такое? Что за врач-то такое? В нашей стране запретили собираться массово, якобы, из-за коронавируса. На самом деле это дело для того, чтобы люди не собирали митинги против поправок в Конституцию РФ. Ну, вполне возможно. Так, передай перед Воронежем. Воронеж, привет. Саш, на погоду реагируешь? Ну, вы знаете, бывает на погоду колени крутят, ноги. Так, Женя уже едет домой. Нет. После годика планируете показать, кого, зачем вам смотреть на ее ребенка? Что забреть с этим чесноком? Да, Женьке бухать меньше надо. Ну, ты идиотина, или что? Вот я не могу понять. Вот тебе, кто сказал, что он бухает вообще. Вот как можно такое писать на чужом мужа? На работе, Женя, на КВН. Блин, из-за палашихи привет. Видите, почему купили? Ну, мне очень нравятся японцы. Очень классные дизайн машины, и прочная машина, и скоростная. Вот. Я бедра жарю в духовке. Так, молчи. Сейчас на бедра прискочу к тебе. Съем. Все, ребят, я пошла. Кстати, снег идет, смотрите. Сорис вам. Буду показывать немножко, что как перемещаюсь. Вот. Что вижу интересно, что не вижу интересно. Все, люблю целую вас. Спасибо, что пообщались с вами. Так, это просто чеснок, брешня. Пойду по итоговым новостям сейчас говорили. Доктор РСШС. Ничего не поняла. Все, побежала. Спасибо. Спасибо.